По части баллов. Ну а победители уже, что называется, срывают весь банк. Что касается денежных призов, они здесь достаточно солидные. 130 тысяч долларов разыгрывается в данном конкретном турнире. Вы видите, что соперники уже продвигают пешки в бой. Е4, Е5. Так вот, победитель у нас получит 24 тысячи, финалист 14, 10 тысяч, 8, 5. Ну в общем так, всем достанется достаточно серьезные призы. Но вы понимаете, что реальные стимулы у шахматистов, во всяком случае на данном этапе, гораздо выше. Все хотят стать чемпионом мира, все хотят во всяком случае пробиться в турнир пяти нету. И еще раз повторяю, у всех есть шансы. Давайте я посмотрю, что делают высоко рейтинговые шахматисты. Они все-таки так составляют опору. Там состоится тайбрейк. Да, хорошо, хорошо. Вот мне подсказали наши режиссеры, как, собственно, показывать партии. Не все так просто. Первый день это всегда определенные трудности. Играем все дни подряд. Я думаю... На классических таких позициях. Итак, ладья Е1. Вы знаете, в быстрых партиях я, не помнящий, в последнее время регулярно играл такую тихую, неторопливую испанку с ходом Д2-Д3. Но вот, видимо, специально для Ливона Ароняна что-то приготовил. Более того... Безмерно плохо. Такая детская ловушка. Так вот, на комбьет Д4 последовал коварный удар сломбьет Ф7. Насколько я помню теория. Дело в том, что здесь белые собираются съесть пешку на Е5. И после чего и на Ф7 они кого-то атакуют. Желательно короля, конечно. Вот. И... Давайте считать павших. Давайте товарищей считать. На мой взгляд, у белых одна лишняя пешка. Могу просчитаться, конечно, но одна пешка есть. И Ливон должен... И что здесь будет дальше, я покажу вам немного позже. Потому что... Вот мне говорят, что готовится интервью с Андреем Филатовым. Это будет интересно. Правой руки выиграл бы партию. А против Мамедьярова это не так-то просто сделать. Уж поверьте мне. Итак, давайте посмотрим на партию Яна Непомещева. Что изменилось с тех пор? Что изменилось за последний час? Изменилось очень многое. Итак. Турнир, соответственно, завтра. Если проиграет Сергей Ковякин, если проиграет Витюгов, если проиграет Раджабов, то они на этом свое выступление в Москве завершат. Так что посмотрим, поживем, увидим. И вот это мое, знаете, попутное предположение, что как будто бы это стратегия, да, раскладка сил на долгую дистанцию. И поэтому Ян сыграл конь Е1. Но теперь связка по вертикали Д уже самая настоящая. То есть возможности немедленно развязаться нет. Если сыграть ферзь С6, это... Так что ферзь С6 играть необходимо. Вот только что на наших глазах мы видели, как Леон Григорьевич этот ход исполнил. Ферзь Е5 выглядит абсолютно здравым, согласитесь. С7, но, наверное, смотрится немножко хуже, потому что у черных возникает активная контр-игра. Ладья Е8 можно сыграть, или даже, может быть, Ладья Б2. Ладья Е8 уже было сыграно. Ладья Ф на Е8. Вот, поднесли мне горячего чайку. Ой, спасибо. На конь ДТ есть ход ферзь Д5 и так далее, и так далее. Ну что, вот мы видим, Ян после хода ферзь Ф6 разменивается на Е8. Ладья бьет Е8, абсолютно естественный ответ. И теперь белым надо аккуратненько ввести ферзя. Меняться нельзя из-за матов в один ход. Сыграно ферзь Д2. А не кажется ли вам, друзья, что пешку на 2 сейчас черные съедят? Причем за бесплатно. То есть слон бьет А2, вот прямо сейчас напрашивается. Дело в том, что белый ферзь все-таки не может наказать этого прожорливого слоника, потому что мат по первому ряду идет. Ну хорошо, давайте продолжаем вариант еще чуть-чуть. Конь Д3. Конь ушел, слон завис и висит пешка на Ц5. Помните, как учил Александр Котов в своих старых книгах? Если у вас есть стабильный перевес, если до контроля не так-то уж далеко, не надо ничего не менять. Двигайте фигуры туда-сюда, откладывайте позицию, тогда же были откладывания, потом спокойненько все проанализируйте, ну и дальше уже по анализу домашнему доводите партию до победы. Вот ведь были времена, да? Ведь люди могли отложить партию. Сейчас уже о таком мечтать нельзя. Ну а то, что откладывание отменили, я считаю абсолютно правильно. Все-таки в наш век надо все-таки партию проводить в один присест. И домашние анализы, но они когда-то были, не знаю, вершиной творчества, когда-то были эпохальные совершенно события, но сейчас с приходом компьютеров все становятся очень сильными аналитиками, поэтому этот, я пока, вот как нормальный человек, наверное, угрожает, не знаю, h4, h5. Допустим, а3, а, погодите, а как успеть-то а3? А если конь е7, тогда ферст спокойненько на c4 встает. А почему, собственно, мат? А почему надо сдаваться? Почему компьютер пишет плюс 15 в этой позиции? Вот. Вот смотрите, а3, допустим, h4, и если а2, ну да, красивая идея, согласен. Сюда. А один ферз. Можно еще третьего ферзя куда-то поставить, да? Четвертого. А спасения от матов все равно не будет, да? Так. Да, вот смотрите, сюда очень красиво. Еще раз, смотрите, друзья, давайте вот этот вариант. Значит, даем с шахом, заводим ферзя на е8, только с шахом. Потом ставим коня на g6. Но заметьте, друзья, что черные не обязаны спокойно взирать. То есть они на h4 могут сами сыграть, h5. Допустим, а3, h4, а если сыграть h5? Я бы сказал, что позиция еще в самом разгаре. Конь е7 и угрожает не только ферзе 8, но и ферзь h5, да? Такая идея. А если я с шахом поставлю ферзя на e5? С шахом ферзи. g3, да. Вот теперь хотя бы от одного мата удалось спастись. Как спастись от второго? Вот как спастись от второго? От мата ферзи g8 и на ферзь h8. Не видно, кстати. Ровно темпа не хватает черным для спасения. Здесь. Так. Так, так, так. Что я слышу, да? Вместо чего? Вместо чего? Нет. Ну, раньше да. Вместо ферзь бьет c3. Ферзь бьет c3. Грубая ошибка. Ферзь c3. Ферзь f7. Там шахом. Нет. Да, вот смотрите. Шах, шах. Шах, конь g6. Ферзь c1. Не, в какой момент? Не, не. Так. Так, так. Ну, хорошо. Давайте. А3 h4. h5. Вот. Вот. h5. Конь e7. Ферзь c1. Ферзь c1. А, давайте, кстати, посмотрим. А, слушайте. Там ферзь f4 есть. Действительно. Вот. Это правильно, кстати. Ферзь c1 и на короле h2, ферзь f4. О, тогда не получается. Тогда не получается. Вот h5 тогда. Вот такой ресурс. Важный ресурс, который надо учесть. И, видимо, это единственный шанс на спасение. Не знаю, g4, что ли, какой-нибудь? Какой-то странный ход g4 приходит в голову, вообще. Чушь какая-то, конечно. Ну, хочу куда-то там дальше пешки задолкать. А2. Может, gh просто. Сюда. И снова король h2. Или король g2. Смотрите, еще одна смешная позиция перед нами. Тут, правда, есть ход ферзь h3, да? И попытка погоняться, попробовать поставить вечный шаг. Сюда, сюда, сюда. Ну, есть такое ощущение, что все-таки король белых должен куда-то убежать. А пешка так или иначе останется, да? Ну, как-то побежал, побежал, я не знаю, там. И потом король f4, ну и дальше, дальше бежим, бежим. Скорее всего, должно быть выиграно. Да, в общем, колоссальная такая драматическая партия. Но ход ферзь бьет c3, который сделал Аронян. Согласно компьютерному анализу, это решающая ошибка. Друзья мои, но ни Аронян, ни непомнящие этого не знают. Это нам очень легко сейчас быть умными и в этом зале, и в интернете. Все мы видим компьютерные программы, и все прекрасно могут там ходы подвигать, понять. Но шахматисты за доской, и сейчас просто они там в тумане находятся. Ливон, я думаю, чувствует себя прекрасно. Он сделал ход ферзь c3 и думает, что он спасается. А Ян, ни помнящие, сидит и думает, а где же выигрыш? Че-то побери, а выигрыш должен быть. Да-да. Ну да-да. Нет, ну там, конечно, поймите, друзья, что компьютер, когда он показывает плюс 15, он не врет. Если компьютер показывает плюс 15, там, ну, в самом худшем случае плюс 14. То есть, можно выиграть ферзя, можно выиграть ферзя и пешку. Так что, у белых действительно выиграны, в этом нет никаких сомнений. Но для человека все равно, вот, найти все это будет очень тяжело. Ну, давайте будем еще и другую позицию изучать. Ой, смотрите, тое простое сопоставление. Кандидату в мастера ставишь задачку на шахматную доску, говорит, вот реши, ход белых, найди сильнейшую позицию. Он находит. Гроссмейстер за доской имеет эту же позицию, не находит решение. Потому что он не знает, что здесь есть решение. Вот скажите гроссмейстеру за доской, что есть решение. Он найдет, ну, найдет он, куда он денется. А вот, ну, да, а как почувствовать в таких сложных геометрических позициях, где нет, где все очень просто. Либо на глубине, там, на 15-м ходу есть выигрывающее продолжение, либо нет. Позиционные факторы не всегда являются настолько явными и понятными, чтобы люди даже с высоко развитой интуицией, Ну, а здесь мы имеем дело с высоко талантливыми людьми, заслуженными. Вот даже они иногда не чувствуют. Грань между выигрышем и ничьей очень тонкая. Ход в ход, я туда, ты сюда. Нашелся какой-то хитрый ход пешкой на глубине. Победа. Не нашелся, ничья. Итак, Ян Непомнящий сыграл конь С6, друзья. Он тоже хочет поставить мат. Но, согласно мнению компьютера, этот ход уже не настолько сильный. Но идея понятная, да, конь идет на поле Е7, ферзь идет на поле Ф8, а может быть через поле С8 с шахом как-то, ну, так или иначе, матуем. Ну, что напрашивается? Надо как-то прикрывать поляну на поле на Ж8. Надо сделать так, чтобы последним ходом этой партии не стало бы ферзь Ж8 мат. Соответственно, поставить ферзя на С4, ферзя на Б3, какие-то такие решения есть. Ну, ферзь Б3 вот в блице делается практически сразу, без вопросов. На пешку С5, конечно, никто внимания не обращает. Тут самое важное пешку А толкать вперед. Вот, ну, вот как-то так и дальше борьба будет продолжаться. Конь Е7, король Х8, ну и вот тут дальше надо думать, считать. Опять-таки, кстати, опять-таки, вот пробег пешки на Х5, мне кажется, очень опасен для черных. Потому что где-то конь на Ж6 и вместо хода Ферзь Ж8, может быть, последним ходом в партии будет Ферзь Аш8 мат запросто, может быть. Но я не знаю, насколько это все актуально. Сюда, сюда. Так, А2. Шажок. Теперь ни в коем случае не король Ж8 из-за Ферзь Ф8. Но есть такой ход. И идея в том, что если сыграть Ферзь С8, тогда Ферзь Ж8. А почему, собственно, это конец? Ну, давайте кони Ф8 сюда. Пошаховать-то можно, да? Ферзь А8. И возникает смешная позиция, что у черных нет ходов, да? Если 1 Ферзь, а 1 Ферзь, да? А, нет, а 1 с шахом же. С шахом. Вот, если бы король стоял на Н2, это было Цук Слава. А король стоять на Ж1. Не-не-не, тогда не Ферзь А8. Она надо как-то иначе, как-то похитрее здесь, да? А, давайте просто дадим шах на Ж6, а потом сыграем Ферзь А6. Вот такая какая-то позиция. А здесь, как у черных с ходами, С4 нет, А1 нет. Но, допустим, Ферзь должен выползать, да? Каким-то образом. Ну, скажем, Ферзь Ф7. На Ферзь А8 играем Ферзь Ж8. Ну, в общем, белым надо еще выиграть, я вам скажу. Белым надо еще выиграть, несмотря на то, что вот эта очень сильная композиция, А5 и конь Ж6 уже стоит. Черному королю, конечно, худо, печально, но, может быть, еще есть некоторая надежда. Как знать, может быть, здесь белые могут неторопливо пешечками наступать. Там нет, а Ж3, там король идет, Ф4, дальше, дальше. Если черные пешки не продвигаются, да? Вот если мы возьмем за аксиому, за постулат, что черные пешки никуда не двигаются. А может быть, надо не Ферз Ф7, но, может быть, надо Ферз как-то С4 играть. Ну, а что дальше? Ну, допустим, ну, вот какой-то, какой-то выжидательный ход. Так, да? Потому что Ферз-то не может идти вперед, там, скорее всего, где-то может последовать какие-то неприятности. Ну, может быть, Ферз Д1 найдется в ход, правда, какой-то странный. На Аш-5 зависает шахом. Не знаю, друзья, я здесь начинаю фантазироваться и, конечно же, просчитываюсь. Как и каждый нормальный человек, который смотрит на эту позицию и пытается хоть что-то сосчитать. Оценка компьютера здесь плюс две пешки – это ни о чем. Я не понимаю, что означает эта оценка. Вот плюс две пешки – это что это такое? Если бы у белых был четкий путь к выигрышу, ну, вот настоящий путь к выигрышу – съедаем Ферзя, ставим мат, была бы оценка плюс десять. Если было бы равенство, была бы другая оценка. А знаете, какой есть вариант? Что в одном из хитрых разветвлений, сейчас, друзья, я вам скажу страшную вещь, абсолютно страшную вещь, что где-то меняются Ферзи, а белый конь успевает задержать черную пешку. Но при этом выигрыша может не оказаться. Вот, допустим, пешка стоит где-нибудь в районе поля А3, белый конь стоит в районе поля С3, компьютер, естественно, дает предпочтение белым, потому что конь минус пешка – это как раз те самые плюс два. Но выигрыша может не быть, потому что реализовать эту пешку очень тяжело. Если белый король бежит на Ферзовый фланг, тогда черный король на королевском фланге все объедает. А на королевском фланге вот так лоб в лоб не удается выиграть. Я однажды спас одну такую позицию против шведского гроссмейстера, ну, у него был лишний конь, но этот конь был скован моей крайней проходной. И мы играли на одной фланге две против двух. И моя пешка с краю. Выигрыша не оказалась. Вот забавная ситуация, запомнилась нам всю жизнь. Этот шведский гроссмейстер, ну, как после партии был в бешенстве. Как так? Лишняя фигура, но не выигрывается. Ну, бывает такое в шахматах. Итак, сыграно король Аш-8. После хода конь С6 сыграно король Аш-8. То есть вместо хода ферзь Б3 или ферзь С4, ну, тоже нормальное профилактическое действие, ферзь на Б3 успеет встать. Ну, сейчас Ливон Аронян смотрит на позицию. И что-то я смотрю, он смотрит на бланк. Он пытается понять, что же тут не так. Вот, скорее всего, он понял, что где-то здесь сбился с пути истинного. Но, наверное, похожее чувство есть и у Яны Непомощева. Друзья, ну, борьба идет строго на два результата. Конечно, смотрите, он даже, Ливон сейчас расстраивается. Да, смотрите, где-то качает головой. Я не знаю, может быть, это, правда, театральная мизансцена. Может, это рассчитано на соперника. Иногда шахматисты начинают так театрально расстраиваться. И, ну, у Накамуры это бывает, да, у Каспарова это бывало. Многие шахматисты за доской там начинают, там, ну, что ж такое происходит. Ну, как так я все упустил. На самом деле он внутренне абсолютно спокойно, веселится даже. Ну, для соперника специальная такая пантомима, чтобы соперник неправильно, неадекватно оценивал позицию. А иногда это просто идет просто внутренняя какая-то жизнь. У человека внутренний богатый внутренний мир. И этот богатый внутренний мир приводит к тому, что тело начинает так двигаться. А соперник смотрит, думает, что там происходит в этой гениальной голове. Ну, особенно с Каспаровым это было совсем уж такое явное. Потому что Гарри Кимович был гораздо подобные вещи, да. Ну, и на многих, особенно на молодых, на неопытных соперников это производило такое страшное впечатление. И только Крамник догадался, в чем суть. И только Крамник понял, что Гарри Кимович играет сам с собой. Гарри Кимович там, опять-таки, находится в рамках своего какого-то внутреннего мира. И надо просто смотреть на доску. И делать сильные ходы. Вот это как раз самое неприятное для артистов. Итак, после хода Король Аш-8 думает Ян Непомнящий. Мне кажется, что ему надо подумать всерьез. Выигрыша может и не оказаться. Оценка компьютера, кстати, стала 3,5 пешки. Тут я начал понимать, что может быть все-таки еще и выиграна. Но однозначно утверждать я не могу. Давайте на серьезной компьютерной технике я это смотреть просто не буду. Чтобы у нас была какая-то еще легкая-легкая интрижка. Хорошо, перемещаемся к Вайташику. И как мне кажется, друзья, нам надо подумать о перерыве. Сейчас. Я смотрю, может быть, нашу РСД-1 надо давать шаг. Потом еще один шаг. Но пока большого смысла в этом нет. И после хода Ф4, кстати, абсолютно логичное движение, показывает нетривиальный ход Ф4. Вообще что-то странное. Похоже на какую-то ерундовину. Вы не находите, друзья. Дело в том, что конь... Сейчас, секундочку. Я хотел сказать, что конь держит одну пешку, а король находится в квадрате. То есть, допустим, играем король Ж3. Король съедает эту пешку, конь держит пешку на... Ну, она может пройти даже до поля А2. Ну и что? Это ничего не изменит. Мне кажется, вот это окончание уж совсем безнадежное для черных будет. Пешка Д4 съедается. Так что здесь компьютер пишет откровенную ерунду, друзья. Не верите компьютеру. Он здесь... Вы знаете, в чем может быть засада? Что компьютер, может быть, в других вариантах тоже видит выигрыш белых. И поэтому, ну, по каким-то своим чисто компьютерным причинам отдает предпочтение этому продолжению. С той точки зрения, что здесь, может быть, проигрывать черные будут дольше. Но если с человеческой точки зрения здесь выигрыш белых совершенно очевиден, ну, очевидно и то, что нормальный человек в трезвом уме и в твердой памяти в трезвом уме, в общем, как хотите, говорите, в нормальном состоянии на такое пойти не должен. Я считаю, что... Ну, ферзь Д1-то ход критиковать не будем, но размен на Д4 как-то, честно говоря, не смотрится. Вот. Так что, может быть, а если здесь А3 попробовать? Я вот думаю, вот так с человеческой точки зрения ход А3 выглядит как-то более объяснимо. Шажочек. И печаль заключается в том, что после конца А4 эта пешка никуда не пройдет. Ну, ферзь Д6, смотрите. Ну, вот второй ход из компьютерного варианта сделан. Теперь, допустим, Ф4. И что? Что дальше-то? Слушайте, может быть, я что-то не вижу, друзья. Может быть, в этом компьютерном варианте есть какая-то соль, какая-то хитрость. Ну, давайте вот еще раз. Взяли на Д4, король Ж3. Что же здесь может быть не так? Черный король, по-моему, не успевает. Допустим, так, сюда, так, так. Ну, явно не успел. На король А5, Ж3. Просто не вижу смысла в этом продвижении. Что еще? Через поле Ф7 тоже не успеваем. Причем там три трамвайные остановки. Три. Ну, совершенно никакого смысла в этом нет. А что же делать-то, друзья мои, после хода король Ж3? Д3, король Ф3. Д2, король Е2. На ход А3 даже не буду реагировать. Король Ф3 сыграл. Так, ну, хорошо. Давайте проверим вот то обстоятельство, которое я, собственно, в эфире говорил. Может быть, действительно, где-то, где-то, когда-то... Ну, тут, на самом деле, белые даже успеют эту пешку съесть. Но, допустим, не едим. Допустим... Ой, погодите, погодите. Тут я что-то зазнался, да? Значит, не король Е4, конь Б3. Значит, король куда-то выходит. Сюда, 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 сюда. И так, да? Или король Е3. Ну, давайте, король Е3. Давайте вот просто доиграем это пешечное безобразие до конца. Так. Ну, стоим. Стоим. Ну, как-то стоит. Ж4, да? Взяли, взяли. Сюда, сюда, сюда. Ну, что? Наверное, просто Ф5, да? Хотя, на самом деле, еще точнее просто отойти королем... Королем сбоку. Обойти тут же. Дело в том, что белые всегда могут передать очередь хода сопернику. Конь Е1 и Конь Б3 фактически дают им возможность подпрыгнуть на месте, чего в обычных окончаниях не бывает. Абсолютно проигранная позиция ученых. Без шансов. Ну, так что... Уж не знаю, не знаю, что пишет компьютерная программа. Наверное, она все-таки очень суровая и грубо ошибается. Ну, я понимаю, как сейчас переживают все-таки армянские товарищи, поэтому, ну, как-то на их раны соль сыпать не хочется. Посмотрим. Ну, а с другой стороны, вы понимаете, что, например, у российских болельщиков совершенно другие интересы. И успеха Яна Непомощева желают, ну, не могу сказать, что миллионы, но то, что много-много тысяч людей, да, за это могу подписаться. Давайте посмотрим, какие изменения произошли во встрече Вайташика. Итак, после хода Ладья Д8 Радослав понял, что... Если ферзь А6. Вот таким образом, ну, толкаем пешку вперед. Как конкретно здесь можно... Можно с этой пешкой бороться. А не произойдет ли такая штуковина, друзья мои, что белый получит просто ферзевое окончание 3... Подождите, а если здесь сыграть ферзь Д4, не будет ли здесь какая-то... Нет, сыграно уже С4. Такое перекрытие, друзья, по четвертому ряду. То есть... Ферзь Д4... Да нет, ну что, безнадежная позиция. Безнадежная. Ферзь С4 уже сыграно. Ферзь С4, ну и что сказать. Так что менять эти пешки, конечно. На худой конец конь Б3, там всегда с полем 1 можно... Да, ферзь Д2 сыграно. Ну, вот я подозреваю, что... Кстати, 37 секунд, очень мало времени у Ливона Ароняна, и сейчас он уже в последнем цитноте. Посидел, посидел за доской, все время хочется встать, побежать. А есть ребята, которые 6-7 часов могут просто проводить за доской. Вот сел, и человек не встает. Он еще и не пьет сознательно, да, чтобы не вставать. С людьми можно восхищаться, но следовать их примеру, я считаю, ни в коем случае не надо. Вот, хорошо. И я думаю, что Аронян сейчас спокойненько отведет ферзя и будет ожидать... Это да, ведет к такому окончанию, которое, скорее всего, ничейное. Да, так что, ну, не знаю. Давайте, вот, и сейчас конь Б3, допустим, ферзь Б2. А что можно изменить? Конь С1 есть ход. Может быть, пешку на А2 надо. Пешку на А2 надо удержать. Вот это уже близко к выигранной. То есть конь стоит на А2, ферзь идет на Е6, пешка идет на Ф5, на Ф6, и там какие-то есть ресурсы. Но, в принципе, так и последовало. Ферзь Е3, и Ян незамедлительно сыграл конь С1. Три пешки против двух, и это должно быть выграно. Поэтому после ферзь Ф5, да, уже сыграно, надо сыграть Ж6. Слушайте, а не кажется ли вам, друзья, что партия-то просто заканчивается? Ферзь Д6. Если сыграть ферзь Е6, ну, все равно Ф5 сыграл. Ну, взяли, взяли, взяли. И к пешке Х5 прервется, и все съест. В общем, а сыграна Ферзь Х3. После хода Ферзь Ф5, шах, Ж6. Ян не стал здесь торопиться. Кажется, что белые добились всего, чего хотели. После Ферзь Х4 неприятность возникает. Ну, во-первых, идея вечного шаха, во-вторых... С точки зрения компьютерной программы, с точки зрения абсолютной истины, эта позиция ничейная. Вы можете смеяться, можете не верить, но просто включаете компьютер, и позиция ничейная. Так, что у нас произошло? А Ян сыграл Ф5. Так, 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 подождите, подождите, друзья, здесь... Ф5. Шажочек... А, Ферзь С7. Ферзь Ж3. Ферзь бьет С1. И... И... И Ферзь бьет С1, и три пешки на королевском фланге. Три пешки на королевском фланге у белых. Да, фантастика. Однако, еще классики Эншпиля говорили, что в ферзевых окончаниях важно не количество пешек, а важна их продвинутость. Ну, вот пешка Ф5, кстати, очень быстро сейчас окажется на поле Ф6. Ну, например, допустим, сыграли король Ж8. Может быть, Ферзя на Е... А, если на Е7 переставит, тогда шаг на Ф4. Да, я вот думаю, где должен располагаться белый ферзь, для того, чтобы можно было продвигать дальше свою пешку. Ну, давайте его как-то все-таки поцентральнее расположим. Сюда, сюда. Ну, может быть, на Д6. Может быть, на Е5. Так. Получим 4-х ферзевое окончание, то это точно будет выиграно с пешками Ж2 и А4. Хотя бы потому, что белый король будет защищен от шахов, а черный король погибнет. Вот. Ну, вы знаете, совершенно головоломный, очень интересный. Сюда. Ферзи 6. Так что все это абсолютно вынуждено. Нет, не король Ж8 был. Брон Менхаузен стал философом. Но мы его поэтому знаем. А если бы он женился удачно, не совершил бы своих подвигов, мы вообще бы о нем никто не узнали. Был бы он тот, как тот самый Мюллер из фильма, да? Безымянный. Итак, сыграно король Е8. Вы знаете, друзья, ну, здесь, здесь компьютер все показывает. Здесь никаких шансов нет. Компьютер пишет, что король Ж8 это просто ничья. После король Ж8 он не выйдет за белых выигрыша. Но сыграно уже король Е8. И это говорит, что эта позиция безнадежная. Подрубить. Тот самый флаг, который на современных часах отсутствует. Это из механических часов. Потом еще 30 минут до конца партии. И все. Играем до конца. Но недавно Грещук сказал крылатую фразу. Абсолютно очевидную и правильную. Сделал ход король Е8 и не проиграл сразу. Это еще не значит, что этот ход правильный. Вот смотрите. Мне кажется, что Ливон демонстрирует экстра класс сейчас. То, что... А еще Ян не помню, что выиграл партию. Друзья. Играет музыка.